Видеоверсия сайта Трантас Ньюс и сейчас расскажу вам о новых фото первых прототипов марки Аурус. В распоряжении российской газеты оказались фото самых ранних прототипов внедорожника Аурус Комендант и минивэна Аурус Арсенал. Как пишет источник, именно с этих макетов дизайнеры Московского института в ГУП НАМИ начали поиск индивидуального стиля моделей Аурус. Комендант и Арсенал получили общую стилистику экстерьера с отсылкой на сталинский ЗИС-110, который послужил для дизайнеров НАМИ источником вдохновения при создании образа российских автомобилей представительского класса Аурус. Общие черты дизайна, которые сближают автомобили двух эпох, это массивные формы кузова и хромированная решетка радиатора с вертикальными ламелями и рельефной верхней кромкой. Отмечается, что Аурус Комендант и Аурус Арсенал пройдут сертификацию в конце 2020 года, начале 2021 года. Премьера первого должна состояться в августе нынешнего года в рамках московского автосалона. Внедорожник появится в продаже в 2022 году. Относительно минивэна такой информации пока нет. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что на базе единой модульной платформы также планируется создать укороченный среднеразмерный кроссовер массового сегмента, который будет проще и дешевле Коменданта. Напомним, Аурус начал разрабатывать в Гупнами в рамках проекта «Единая модульная платформа» в конце 2012 года. На созданной унифицированной модульной платформе построят целое семейство премиальных автомобилей, куда войдут седан S600, лимузин L700, минивэн Арсенал, внедорожник Комендант, кабриолет, мотоцикл и вертолет. Также не исключается появление купе. У меня пока все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!